Для изготовления продуктов из алоэ нужны быстрые руки. Лист имеет колючки. Чем больше он растет, тем больше у него колючек. Хороший нож. Каждый день работник филирует от 3,00 до 3,00 до 3,00 листов алоэ. И множество растений. Ведь для изготовления только одного галлона сока алоэ вера требуется около 20 листов алоэ. Но как и оказалось некоторые продукты из алоэ, алоэ вовсе не содержат. Очень просто выпустить фейковый продукт. Вот почему на рынке так много синтетических гелей. Так как же производятся настоящие продукты из алоэ вера. И как распознать настоящие продукты в индустрии стоимостью 625 миллионов долларов. Чтобы узнать это, мы посетили самую большую ферму алоэ в мире. Эта ферма охватывает 5,00 акров земли в Доминиканской республике. Существуют сотни видов алоэ, но на этой ферме выращивают алоэ барбаденсис миллер, поскольку оно содержит 20 аминокислот, минералов, витаминов, углеводов, гормонов и других биологически активных веществ. После посадки крошечных растений в землю требуется около 9 месяцев для того, чтобы они повзрослели. На этом поле собирают урожай примерно 750 человек, они разделены на группы, обрабатывая сектор за сектором. Мы всегда срезаем полные листья и отрезаем их кончики. Затем удаляем колючки снизу. Мы срезаем только зрелые листья, причем по одному, чтобы не повредить само растение, которое остается в земле. Срезанные листья не отрастут заново, но растения вырастут новые листья. Потребуется около недели для того, чтобы обработать эту территорию. Солнце здесь очень жесткое. В этом сложность нашей работы. Йо, мы привычны к нему. Нужно работать. Сборщики собирают срезанные листья и складывают их в кузов. Листья отправятся на перерабатывающий завод, находящийся в двух милях отсюда. Ежедневно мы получаем здесь порядка 260,00 фунтов свежих листьев, которые превращаются в тот же день в 20,00 галлонов свежего сока. Этот процесс начинается с мытья и дезинфекции листьев. Листья помещаются в ванну с хлорированной соленой водой, которая убивает различные мелкие существа, которые могли остаться на листьях, после чего листья обрезают. Удаляются начало и кончик листа для того, чтобы из него было проще извлекать гель на следующем этапе, после чего листья промываются во второй раз. Вот это трясущееся филе и есть гель из мякоти листа алоэ. Именно его и используют для приготовления сока алоэ, желе и продукции для ухода за кожей. Мы филируем листья алоэ вера вручную, извлекая из них гель. Для того, чтобы это сделать, требуются очень хорошие ножи. Я называю его молнией, поскольку он очень быстро провязает мякоть. Практически он выполняет за меня мою работу. Возможно это выглядит просто, но филирование требует огромной точности движения. Нужно точно поместить нож в нужное место для того, чтобы извлечь из листа гель. Оно может быть разным в зависимости от величины листа. Когда листья крупные, это хорошо, поскольку увеличивается производительность. Когда же листья помельче, требуется больше времени для их филирования и мы быстрее устаем. Нам необходима передышка. Им приходится работать очень быстро для того, чтобы филировать 3,500 листьев за день. Самый быстрый филировщик. Таких много. Иногда мы устраиваем соревнования, чтобы узнать кто быстрее. Но в конечном результате мы все хороши. Многие компании используют для филирования технику. Наш производственный процесс очень кустарный. Около 80% всех процессов выполняются вручную, поскольку так производится меньше отходов, а также потому, что листья поступают разных размеров. Остатки листьев возвращаются на поле в виде компоста. А что же с ведрами филе? Их взвешивают и выкладывают на вот этот огромный стол. Здесь работники обследуют его на наличие остатков листа, которые они обрезают. И только после этого филе попадают в измельчитель, который превращает их в чистый гель алоэ. Отсюда они переходят в эти пастеризационные трубки. Любые загрязнения и бактерии, которые могли быть в соке, удаляются. На этом же этапе добавляется и аскорбиновая кислота, которая продлевает срок хранения геля. Затем гель попадает вот в такой герметичный пакет. Эти два роботизированных устройства берут крышку металлического мешка, открывают его, наполняют и автоматически закрывают, чтобы исключить контакт с окружающей средой. Затем этот пакет герметично закрывается и помещается в большую металлическую коробку. Весь процесс от листа до этого контейнера занимает всего около трех часов. Но прежде чем партия может покинуть завод, ее содержимое должно быть проверено на качество. Ежедневно мы делаем от 20 до 25 проб. Химико-физический тест анализирует pH, вязкость, цвет, текстуру и все, что касается внешнего вида сока. Для проведения этого теста мне требуется около часа. Только после того, как контейнер пройдет лабораторные испытания, он может быть выпущен для отправки. Эти контейнеры летят в Роттердам в Нидерландах. Там гель будет разливаться по бутылкам для Forever Living Products. Но не каждая бутылка алоэ производится таким образом. В 2015 году Consumer Lab.com проверила ингредиенты 10 продуктов алоэ. Половина из них не прошла тест. А в 2016 году исследование Блумберга выявило, что продукция алоэ компании Walmart, CVS и Target вообще не содержат алоэ. Изготовить поддельный продукт из алоэ так просто. Вот почему так много синтетических гелей. Часто можно встретить такое слово, как карбомер. Это синтетический гель. И если вы видите прозрачный гель, вы понятия не имеете действительно ли это алоэ или карбомер. Большинство продуктов с алоэ строго не регулируются в ФИТ. Это потому что они считаются добавками или косметикой, а не лекарствами. Таким образом можно утверждать, что продукт содержит алоэ, но это может означать ряд вещей. Он действительно содержит филе алоэ, или это весь измельченный лист, а не только внутреннее филе. Или же это синтетический гель, в котором на самом деле нет алоэ, это не повредит вам, но в нем нет и предполагаемых преимуществ алоэ. В отношении продуктов с алоэ не так много регулирования или надзора. Это также сложно регулировать, потому что алоэ естественным образом растет в обеих Америках. И этот гель использовался на протяжении тысяч лет для лечения ожогов и уменьшения воспалений. Задача состоит в том, чтобы преобразовать эту историю в тщательное и современное медицинское обследование. Другая проблема в том, что нет четких научных доказательств целебных свойств алоэ. Некоторые исследования показали, что оно помогает лечить ожоги и ускорять заживление, в то время как другие не показывают никакого эффекта на ожоги. Это не означает, что алоэ не помогает. Просто сейчас тому недостаточно подтверждения. Было обнаружено, что внешняя кожура листа содержит слабительное соединение, называемое алоэном. Одно исследование показало, что он вызывает рак у крыс, а другое, что оно помогает при запоре. Но ФИД запретила продажу алоэ в качестве слабительного средства, отпускаемого без рецепта. На алоэ нет патента, поэтому у компании нет большого стимула вкладывать крупные деньги в клинические исследования. Для того, чтобы поставить продукцию на полки, вовсе не нужно проводить эти исследования. Тем не менее, потребители во всем мире стремятся к алоэ, поскольку они предпочитают более натуральные продукты. В 2020 году спрос на Universal Aloe увеличился на 30%. По мере того, как потребители все более ориентируются на этот растущий сегмент рынка. Как мы можем идентифицировать продукты, сделанные из настоящего алоэ вера? Что Штотт говорит, что это действительно сложно, но у него есть несколько предложений. Во-первых, вы всегда должны проверять список ингредиентов. Вы хотите получить алоэ. Вам нужно удостовериться в этом. Вам действительно нужно быть очень осторожным с чтением формулировки, потому что если там написано просто лист, это может быть любая часть листа. Обратите внимание на хитрые формулировки, например, 100 гель. Это может означать, что есть 100% геля, но не все это филе алоэ. Также вам нужно знать, из какой именно части листа произведен продукт. Если говорится гель алоэ, нужно понять, изготовляется ли он путем перемалывания целого листа, или же он действительно содержит чистый гель алоэ. И тем не менее, несмотря на все эти сомнения, эксперты не ожидают падения спроса на алоэ в ближайшем будущем. Субтитры создавал DimaTorzok